Всем панк-рок, дамы и господа, с вами CG Speak, всем здравствуйте, давно не виделись. Просим прощения, что давно не выходили ролики, мой компьютер был в ремонте, но теперь всё хорошо, и, соответственно, мы продолжаем нашу замечательную рубрику переводов. И на очереди у нас снова ролик от канала Cinex Design, можете зайти по ссылочке в описании и посмотреть оригинал, рисование лиц под любым углом. Хочется добавить, что к этому ролику уже был перевод, вернее, были субтитры от замечательного сайта Render.ru, мы, естественно, их перевод не брали, мы заказали переводчику наш собственный перевод, поэтому прошу, ознакомливайтесь. И не забудьте подписаться на канал Cinex, он делает очень полезные ролики. Всем привет, с вами Cinex, и сегодняшний урок будет о том, как можно улучшить свои навыки по рисованию лиц с любого ракурса. Этот вопрос мне задавали очень часто на разных стримах, в комментариях под видео, и каждый раз приходилось это объяснять. Но я понял, что гораздо проще будет сделать отдельное видео, посвященное этой тематике. Я буду разбивать процесс на несколько частей, что, надеюсь, поможет людям с разным уровнем навыка. Также знайте, что этот метод я разработал больше для себя, и что существует гораздо больше других способов. Многие используют, например, методы Лумиса или Бриджмана. Но вот персонально я не являюсь большим поклонником рисования кругов и рисования органики, так вот мой метод. Левел 1. На этом этапе все будет завязано вокруг простого листа бумаги. Представьте себе этот лист в голове. Это как простой прямоугольник. Я вот очень надеюсь, что для вас не будет сложно нарисовать плоский лист бумаги в перспективе. Но если вдруг вам это трудно, то попробуйте сначала потренироваться. Для следующего этапа навык рисования листа в перспективе является очень-очень важным. Давайте представим, что лист слегка выгнут посередине. Именно это нужная нам форма. Не волнуйтесь, если мое описание было кошмарным. Я покажу вам, как это нарисовать, так что просто смотрите, и будем надеяться, что вы все поймете. Если вам действительно хочется научиться рисовать лица с любого ракурса, то вам нужно уметь рисовать такой изогнутый лист тоже с любого ракурса. Я нарисую сейчас несколько произвольных примеров. Рекомендую практиковаться в этом как можно больше. Просто начинайте рисовать одну из изогнутых сторон в любой произвольной перспективе, а затем уже дорисуйте остальное. Мне кажется, вот такой способ наиболее простой. И да, во всех своих следующих примерах я буду полностью игнорировать освещение. Буду рисовать все одинаково, раскрашенными вне зависимости от направления света. Если рисование таких листов доставит вам какие-то трудности, то продолжайте тренироваться. Тренируйтесь столько, сколько это необходимо, пока это не будет совсем естественным. Левел 2. В любом случае, со второго левела все эти листы начнут напоминать лица. Для начала я нарисовал несколько листов первого левела. А вот сейчас важно, чтобы мы могли представить себе центральную линию, которая будет разделять наш лист на две половины по высоте. Лично я нарисую центральную линию на нескольких листах, чтобы было понятнее. Сейчас будем добавлять нос. Чтобы сделать это, нам нужно просто нарисовать продолговатую ромбовидную форму в центре нашего листа. Можно сделать его больше или меньше, но пока общая форма будет верной. Может быть немножко сложно, и возможно придется стереть или убрать часть линий, когда нос будет перекрывать внешний край вашего листа. Запомните, что такое нос? Это самая важная часть на втором левеле. Но хорошо нарисовать его может быть весьма сложно. Чуть-чуть выше середины листа. И ровно посередине между носом и низом нашего листа мы проведем линию для обозначения рта. Важно всегда помнить о том, что эта линия находится на поверхности листа, и что она так или иначе будет следовать по изгибу. Самый нижний край листа может быть очень полезной направляющей, чтобы показать, как будет выглядеть линия рта. Я повторю. Практикуйтесь именно так до тех пор, пока вы не сможете рисовать формы второго левела под любым возможным углом. Именно вот с такими простыми деталями, как сейчас, этого будет достаточно для абсолютно комфортного рисования простых стилизованных персонажей в любом положении. Так как мой холст уже почти заполнен, так что я просто добавляю к рисункам цвета. Сделаем верхнюю часть носа немножко светлее, а нижнюю часть немножечко затемним. По правде говоря, после второго левела может быть сколько угодно уровней, сколько вам захочется. Можем вырисовывать некие плоскости лиц, пока хорошо их не изучим. Или можно пропустить все этапы и сразу начать рисовать законченные лица. Конкретно для этого урока пришлось сделать акцент на определенных элементах. На третьем левеле добавим линию скулы, которая при повороте головы будет показывать нам, где располагается ухо. Также добавим немного объема губам и внутренней части глаза. Вы должны были заметить, что я обозначил только внутреннюю часть глаза, так как эта часть глаза ближе всего к серединной линии. Если вы прощупаете руками свое лицо, то обнаружите, что внутренняя часть глаза прямо напротив носа обладает большим объемом. Тогда как внешняя часть глаза, отдаленная от носа, плавно переходит в боковую часть головы. Важно запомнить, что когда мы рисуем глазницы или что-то, что к ним относится, то мы обязательно должны помнить и обращать внимание на области, которые отбрасывают тень и показывают нам саму форму. То же самое касается рта и губ. Все не так сложно, как кажется. Важно лишь помнить о том, что как верхняя, так и нижняя губа должны выйти немного вперед с поверхности листа. Вот сейчас мы наметили линию челюсти синим цветом на первом рисунке. Но это на самом деле не обязательно рисовать на данном этапе. Важно понимать, как она работает и как она ведет себя на области под нижней губой. Может это звучит, конечно, глупо, но для меня рисовать эти лица выходит труднее, чем рисовать реалистичные. Все потому, что они выглядят для меня недостаточно привлекательными. Это, конечно, не имеет значения, так как они очень полезны, как стадики. Да, эти ребята, конечно, страшненькие, ведь они очень хотят походить на людей. Но по сути являются лишь набором подбородков и прочих элементов лица. Надо увеличить детализацию и добавить теней, чтобы выделить все добавленные формы. Если вы тоже можете это сделать, то это очень хороший знак. Это означает, что вы на самом деле понимаете достаточно сложные формы, и ваш мозг получил достаточную тренировку, чтобы перейти к вращению форм в 3D-пространстве. Я хочу перейти к финальной части стадии и нарисовать несколько полностью готовых человеческих масок под самыми разными углами и с самой разной перспективой. Дни бумажных чувачков окончены, и мы доросли до чувачках в масках. Вы могли бы подумать, что эти маски не финальный результат, и что мне следует нарисовать полностью законченные головы. Но я тут вдруг обнаружил, что представление каждого лица как маски является отличной зарядкой для ума, причем очень полезной для создания целостных персонажей из головы. Я очень надеюсь, что вы все прокачаетесь до того момента, когда идея о том, чтобы нарисовать лицо спереди, будет вызывать у вас только зевок и скуку. И вы будете заполнять страницы своих скетчбуков лицами персонажей под самыми невероятными углами. На самом деле, последний этап подходит лишь для тех, кто уже хорошо знает анатомию и плоскость лица. Абсолютно не волнуйтесь, если у вас с этим трудности. Я обязательно сделаю еще одно видео об анатомии носа и других частях лица в свое время. Обязательно практикуйтесь рисовать искривленные листы. И вы заметите, что я использовал этот метод в большинстве этих лиц и лишь менял их форму. Когда появлялись элементы, которые, например, сильно влияли на форму, например, уха. И приходилось рисовать более угловатыми такие элементы, как челюсть и подбородок. Пока я раскрашиваю эти лица своим обычным цветом с закосом под бумагу, вы, наверное, могли бы подумать, как вам дорисовать остальную часть головы. Я быстренько покажу, как это сделать. Важно помнить о том, что многие области за границами маски будут управляться формой волос и другими графическими элементами. Если собираетесь рисовать лысых персонажей, то я рекомендую вам не использовать для этого круги. Советую использовать наклонные формы или форму скругленного прямоугольника. Все, что сможет добавить жизни форму головы. Лично я предпочел бы более квадратные головы круглым. Просто позволяйте углам головы переходить постепенно в шею или как больше вам там нравится. Если вы рисуете достаточно давно, то у вас есть определенное чувство понимания формы. Только не переусердствуйте. Думаю, что я тоже немножко переусердствовал, но надеюсь, что это видео поможет вам или даст хотя бы просто альтернативную версию, как это сделать. Большое спасибо вам за просмотр. Мы увидимся с вами на следующем переводе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на кнопку колокольчика. А с вами был Айксей. Всем удачи и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok